Ну вот кто точно рад палящему солнцу, так это бахчеводы. В такую погоду арбузы, любимое сезонное лакомство россиян, становятся только слаще. Елена Пич узнала, как выбрать самые вкусные и, конечно, провела дегустацию. Кто, путешествуя летом по югу России, не покупал по пути арбуз? Таких придорожных рынков сезон тысячи. Но вот арбузы на них чаще всего, как близнецы-братья. И снаружи, и внутри, и на вкус. Да, это американка, да. Вот она, пресловутая американка, которая есть. Сотрудник селекционной станции Елена Воревода, американкой, называет все сорта иностранной селекции. Говорит, арбузы крупные, урожайные, еще и семена буквально навязывают. Вот фермеры невольные ввели моду. О былом разнообразии отечественных сортов помнят только покупатели старшего поколения. Розы юго-востока, цельнолистный, юбилейный. То есть хотели бы, но не купишь? Конечно, их нет. А их сейчас уже, наверное, нет. Быковский 22 был. На опытной станции не поля, а коллекция 40 сортов. Экскурсии от селекционеров со стажем сплошь полезные советы. Хотите самый сладкий арбуз, берите с розовой мякотью, а не красной. Нитратов всегда больше у ягоды с темной кожурой. Но это касается только самых ранних арбузов. И отсутствие полосок ни повод не пробовать. Сорт вкусный, сорт урожайный, вот как вы видите здесь, достаточно. Сорт раннеспелый. Но внешняя окраска, вот светлая, она, конечно, многих смущает. И даже если кто-то смотрит, то говорят, что кормовой. То есть к разнообразию сортовому люди не приучены. Зато мифов об арбузах несметное количество. Например, мнение о том, что вкуснее арбуз девочка, вызывает у селекционеров улыбки. С научной точки зрения абсолютно все арбузы – дамы. Глухой звук, конечно, признак спелости, но осенью так звучат перезревшие арбузы. А с сухим хвостиком вообще все не так, как думают покупатели. Это не вот этот хвостик, а вот усик. Именно вот он должен быть сухой. Вот этот усик, а не который хвостик остается на арбузе. Потому что сухой хвостик будет, когда арбуз лежит уже неделю сорванный или больше. Вот тогда этот вот хвостик, он высыхает. Попробовать несколько сортов арбуза подряд – гастрономический шок. Они такие разные. Дегустация на поле астраханского фермера Степана Лесничина – не только самая вкусная часть нашей работы, но и возможность показать, что именно может оказаться на столах россиян. Вот этот, конечно, наш самый любимый, самый привычный. Полосатый и красный внутри. Ну вот это уже редкость. С желтой мякотью. Очень сладко, но чуть-чуть отдает тыквой. Вот и такой совсем редко можно встретить сегодня на прилавках. Он без семян абсолютно. Но еще реже, совсем уж экзотика. Это желтый снаружи и красный внутри. Вообще, конечно, сортов очень много. И какой выбирать – это дело вкуса. Арбуз с желтой кожурой, конечно, вряд ли потребуется посыпать сахаром. А так делают в некоторых странах. Но из всех попробованных и исследованных с помощью специального прибора он оказался наименее сладким. Желтая мякоть, в отличие от красной, не вызывает аллергии. А тот, у которого нет косточек, медленнее портится. Любой арбуз начинает портиться с семян, с семенных камер. И, соответственно, из-за того, что у арбуза не надо образовывать эти семечки, все сахара, все питательные вещества идут в эту мякоть. На арбузных развалах таких ягод не встретить, объясняет Лесничин. Вырастить их затратно, поэтому и цена, как у деликатеса. Но, уверен, покупателя нужно удивлять. Селекции здесь не занимаются, но эксперименты ставят. Хотят наладить своеобразный конвейер, чтобы арбузы на прилавке были с июля по сентябрь, а покупатели не боялись ранних сортов. Как специалист и как потребитель арбузов, я лично для себя считаю, что где-то с 5-10 июля можно вполне свободно есть арбузы из Астраханской области. С Краснодарского края можно их есть немножко раньше, потому что там погодные условия помягче, потеплее. Чем жарче климат, тем вкуснее арбуз. Неполивной будет слаще, но тот, что поливают, быстрее растет и раньше созревает. В России арбуз – продукт сезонный, и мы, как считают специалисты, его не доедаем. А ведь это сладкий способ быть здоровым. Елена Печа, Александр Виктинский, Дмитрий Орехов, Первый канал.